везде магазины со сладостями наряды как он там поместился там такой маленький закуточек а вот этот вот шатер мумбайской полиции мы вчера тоже проезжали такой шатер а это бесплатная вода вот от какого-то храма темпла ашрама пожалуйста можно попить а 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 зонтики продаются красивые зонтики потому что в любой момент дождик может пойти зонтики нужны париж но у меня ни на что пока не ёкнуло ни на какие часики люблю когда женщины носят часики красивые да но сама вот видимо тоже наелась уже подожди-ка два глазики у меня наподобие таких были маленький-маленький да пласту пласту я говорю плюс 2 он мне это зеркал я не знаю я не надо плюс 2 а не зеркало нет лучше лучше где-нибудь в аптеке благодарствую прошу прощения хагат тарачанды с 1895 года вегетарианские тут что рестораны ой господи даже дышать нечем смотрите какие красивые энергичные да 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 видеокамера такой прямо прекрасный продавец энергичный да нет спасибо это для вот религиозных всяких церемоний и зубы у него красивые ну вообще красавчик прямо и самое главное что они энергичные я с утра уже вялая от жары от суеты от большого города а они вот такие вот шустренькие прямо вообще такой крохотный подвальчик практически тоже магазин любая площадь используется немножко дождик начинается саши что-то ищет один ему покажет туда другой туда один туда другой туда поэтому он сразу не бежит куда ему показали папа бай полюс ну давай 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 хорошо я буду подождем хотя бы минутку сильный пошел дождь сильный пошел мы еще когда выходить собирались мы спорили один взять зонт или два он говорил возьми два зонта я бы да ну зачем нам 21 достаточно надо было два брать вот так внезапно начался а я в тряпочных тапочках саши молодец все говорят магазины которые на улице стояли сейчас должны быстро закрыться что-то какой-то он коротенький у меня или он не его не до открывал или он у меня действительно коротенький ну если надо будет он еще один докупит зонтик смотрите какие украшения это по моему терупати баладжи кстати представляете терупати баладжи тебе и рубины и золото и жемчуга вот такая красота неземная эксклюзивные всякие разные ручной работы украшения ну как золотые кладовые прямо ага окей нельзя говорит фотографировать да прям ой а зачем тогда на улицу выставили прячься раз нельзя смотрите сколько золото бриллиантов ну конечно нет вот сюда на витрину я уверена что не повесили так много натурального золота где-то у них там в коробочках лежит под сигнализацией но не на витрину же ну тоже красота неземная вот это конечно да эти бриллианты эти бриллианты мои любимые как того бриллианты кому надо бриллианты мои любимые бриллианты за пять копеек надо 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 что вы встали мальчишки вот так вот дорогу перегородили это для чего это серебряный магазин он говорит у тебя рука горячая я говорю вот как я вернусь в свой отель пятизвездочный они же там каждый день проверяют температуру он говорит ну ладно потерпим еще два дня пятизвездочный отель а потом переедем на следующий отель там можно еду приносить и температуру не проверяют давай гу бэк и его и на туалет и видел гаутсайд фулач нагулялись мы немножко жарко так стало мы хотим вернуться тоже махал отель принять душ выпить чашечку кофе смотрите-ка друзья мой любимый мой любимый дизайн что-то он жует себе делает так не надо не надо ремень тоже не надо вот и раз ему надо а мне не надо а 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 и а а Саша говорит, ну все, все, хватит ругаться, хватит ругаться. Нашего водителя понесло. Такая улица населенная, столько народу ходит. Он все ворчит. Он спрашивает, ты чей, чьих будешь? Он говорит, я Индия, жена русская, а живем мы в Бангалоре. Ну так понятнее, такие наряды интересные. Как куколка. Вот такие сумки. Вот нам надо такую сумку купить для постельного. Вот мы возим постельное, а в сумках. Кое-что там такое продает? В бутылках какую-то красоту, прямо светящуюся. Очень красиво. И вот эти скатерти красивые тоже. Надо Саши такую купить, скатерку на его дом. На его дом, на его стол дома. Рано мы уезжаем. Этот рынок мы не обошли. Ой, тоже какая скатерка красивая. Красота неземная. Да что ж такое-то, что ж это у меня? Ну ладно, друзья, да? Все же не накупишь. Надо держать себя в руках. Очень красиво тут все. Слева известный джуз-центр. Я не хочу, нет, я не буду. Но-но-но. Ой-ой, какие мои суровые. Я тебе только, говорит, показываю. Я думала, он мне предлагает сок. Он говорит, известный центр сока. Я говорю, нет, нет, я что-то боюсь, а пока он... Я тебе и не предлагаю, я тебе только показываю. И прямо так... Эта байка очень хорошая для нашего бланкета. Эта байка. Да, да. Когда мы приезжаем, мы приезжаем в маркетинг. Да? Многое. Здесь, говорит, много одежды. Мы, говорит, тебе еще одежду посмотрим. И справа фудмаркет внутри. Продуктовый рынок. Какой высокий дом. Такой узкий, высокий. Здесь строят такие узенькие домики, наверное, шириной в одну квартиру. Ну, мне и важно. Это дорогой, конечно. А вот тут вот под мостом жизнь, полноценная жизнь. Даже кровати люди поставили. У них там какие-то баллончики, они готовят еда. Ну, вероятно, они совсем бездомные полностью. Вот он что-то делает. Эти, наверное, как его... Как она называется-то? Силами большими семьями живут под мостом. Рядом полицейский. Ну, что он может сделать? Они могут оштурповать человека в машине без маски. Но что они могут сделать с этими бездомными? Им терять нечего. Жить где-то надо. Под мостом хотя бы дождь не мочат. Продолжение следует... Посмотрите, какой красивый железнодорожный вокзал. Виктория Стейшн. Ни за что не скажешь, да, что это железнодорожный вокзал, если не знать. Это просто какой-то дворец. Schweiz. Be 놀�iliair mới. Виктория Мck Cadёл Ньюховна. Продолжение следует... Какой у нас разговорчивый водитель, он что-то говорит, ты говори, ты говори. Я, правда, не понимаю, Саша ему поддакивает, а я не понимаю, о чем речь. Быстро и внезапно здесь дождь начинается, и так же быстро, внезапно, смотрю, заканчивается. Здесь вон даже асфальт практически сухой. Видимо, здесь не было, мы въехали в сухую зону. Мы опять проезжаем эту прекрасную библиотеку 1804 года постройки. 217 летний, да? Ой, Саша, это такой эмоциональный, так они эмоционально разговаривают. Здесь так много домов, в которых проросли деревья. Видите, в стенах проросли деревья. Там вообще мы проезжаем постоянно эти дома. Почему они их не срубают, мне непонятно. Посмотрите, до какого размера они им позволяют вырасти. Смотрите, это уже настоящее дерево. Где-то в стене пристроилось. Вон тоже на стене, на крыше. Это же разрушает, они же разрушают своими кормлями. И вот здесь, ну везде, тут каждый второй дом такой обросший. Вот, смотрите, за борт тоже весь, весь в растениях. Каждой щелочке выросло. А это Navy office, это военно-морского флота офис. Ну все, вернулись в наш временный домик. В наш временный дворец. Иностранка, блондинка вон. С индийцем. Тоже, наверное, жена иностранная. Хом-хом, свит-хом. Дом-дом, милый дом. Покажи, что у вас, Ки. Как выглядят ключи от комнаты и лифта. От лифта тоже. Просто так не покатаешься. Пока. Саши сразу танцевать начинает. Папа, quickly start to dance. Я. Папа любит музыку. Потому что я люблю музыку. 9-10. Хоп. Вы видели, какие секунды? Три секунды и мы тут. Как хорошо. Здесь прохладненько. Он говорит, у него уже вся мокрая блузка. Да, потому что жарко. Мы подсеем. Спасибо. Саши попросил, говорит, принесите чай и молоко. Ну там вот то, что кладут. Он говорит, уже все положили. Чай, воду, молоко. Ну, сейчас проверим. Потому что. И все почистили. Нам еще опять полотенец. Ну, полотенец нам принесли днем. Да, добавили. Вот я просила ловаться вот это вот. This ловаться, папа. I wanted this. This ловаться. Это очень вкусный. И вот такой вот чай вкусный, зеленый. Сахар добавили. Ну, мы все же начали тут усиленно пить. А я с собой привезла. Вот. Да. Ну, давай, переодевайся. Quickly change, change dress. Я с собой вот эти вот разные привезла. Думаю, вдруг в поезде надо будет. Но у них вкуснее. У них вкуснее. Как они вот набрали воду и, значит, новую эту штучку не приклеили. Они набрали в туалете, говорю вам, в кране. Найдешь, мама? Да, да. Давай, путь-путь в чайник. Положи в чайник. Туда, туда. Налей туда. Давай. Сюда нальем. Все. И проверим. Молоко тоже нам. Да-да. Лера, спасибо. Так, холодильничек. Ну, так ничего, холодит немножечко, если нужно. Ой, как здесь хорошо. Хорошо. Продолжение следует...